искусство бродсайдинга бродсайдинга что написать бродсайдинга да если я вам покажу один маленький ролик а вот и может быть завтра принесу еще несколько съемок я буду а что и завтра я принесу еще несколько видеосъемок я вкратце скажу о чем здесь речь идет это компания под названием вот бог ваш которая проходила в нью-йорке и русский район одна улица здесь в основном снята брайтон бич и несколько станций метро которые входят в бруклине части русского района а вот это немного здесь но в действительности это было очень хорошее время бог благословил наши усилия там в нью-йорке проживает 400 тысяч русскоговорящих евреев вернее 400 тысяч русскоговорящих из них где-то 350 тысяч это евреи вообще в нью-йорке проживает почти около двух миллионов евреев и в нью-йорке да это практически самое крупное поселение кому-ка в городе во всем мире хорошо во время благоприятное бог услышал тебя и в день спасения помог тебе бог охранял тебя во время благоприятное бог услышал тебя во время благоприятное бог услышал тебя и в день спасения помог тебе бог охранял тебя и сделает господ тебя заветом народом чтобы восстановить землю чтобы возвратить наследникам наследие чтобы восстановить землю чтобы восстановить землю чтобы восстановить наследникам наследие время не они и Время благоприятное Бог услышал тебя И в день спасения Помог тебе Бог охранял тебя И в день спасения Помог тебе Вы могли немножко Просто посмотреть, да, как люди на улицах Раздавали бросайды А? Что, что еще раз? Почти как и мы Все совершенно верно, да Точно так же Итак Давайте запишем Библейские основы Братсайдинга Библейские основы Братсайдинга Библейские основы Братсайдинга Значит, вообще это Военный термин Который Если так примерно Перевести на русский язык Будет означать Бортовой залп Бортовой залп Бортовой залп Да Итак, первое Евангелие от Матфея 13 глава С 3 по 23 стих Евангелие от Матфея 13 глава С 3 по 23 стих Кто готов прочитать? Давайте активнее, ребята Конечно Конечно Я думаю, что каждый В состоянии Митрофон Ну, вон уже Матфея 13 глава С 3 по 23 стих И получал их Много притчами Говоря Вот вышел Сеятель Сеять И когда он сел Иной упала при дороге И налетели птицы И поклевали то Иной упала на места Каменистые Где не было Где немного Было земли И скоро взошло Потому что земля Была не глубока Когда же взошло Солнце Увяло И как не имело Корня Засохло Иной упала в тернии И выросла терния И заглушила его Иной упала На добрую землю И принесло плод Одно во сто крат Другое в шестьдесят Иной же в тридцать Кто имеет уши Слышит Да слышит И приступившие Ученики сказали ему Для чего притчами Говоришь им Он сказал им в ответ Для того Что вам дано Знать тайны Царствия Небесного А им не дано Ибо кто имеет Тому дано Будет и приумножится А кто не имеет У того отнимется И то что имеет Потому говорю им Притчами Что они видя Не видят И слыша Не слышат И не разумеют Избывается над ними Пророчество Исаии Которое говорит Слухом услышите Не разумеете И глазами смотреть будете И не увидите Ибо грубило сердце Людей стих И ушами с трудом слышат И глаза свои сомкнули Да не увидят глазами И не услышат ушами И не разумеют сердцем И да не обратятся Чтобы я исцелил их Ваши же блаженны очи Что видят И уши ваши Что слышат Ибо истинно говорю вам Что многие пророки И праведники Желали видеть Что вы видите И не видели И слышать Что вы слышите И не слышали Вы же Выслушаете Значение притчи Осеятели Ко всякому Слушающему Слово о царстве И не разумеющими Приходят лукавые И похищают Посеянное в сердце его Вот кого означает Посеянное при дороге А посеянное На каменистых местах Означает того Кто слышит слово И тотчас радостно Принимает его Но не имеет в себе корня И не постоянен Когда настанет скорбь Или гонение за слово Точа соблазняется А посеянное в тернии Означает того Кто слышит слово Но забота бега сего И обольщение богатства Заглушает слово И оно бывает бесплодно Посеянное же На доброй земле Означает слышащего слова И разумеющего Который и бывает Плодоносен Так что иной Приносит плод Во сто крат Иной в шестьдесят Иной в тридцать Спасибо Ну во-первых Хочу сказать Что разговор Не идет о сельском хозяйстве Понятно да Это И Знаете Иисус Говорит в данном случае О том Чтобы показать Действительности Во-первых О важности Сеяния Слова Божьего Во-вторых О том Что когда Мы сеем Чтобы мы не унывали Знаете Многие люди говорят Ну вот вы Раздаете Вот столько Там этих Братсайдов Много Так выбрасывают Люди И так далее И так далее Какой там Результат Какой плод От того Что вот вы Это все Раздаете Знаете Нужно помнить Во-первых То что Иисус говорит Что В действительности Когда сеятель Вышел сеять Да Вы когда нибудь Видели Как в старину Сеяли Да Какая то там Специальная такая Мешочек Да В котором Насыпано зерно И человек Сеятель Который выходил Сеять Он брал горсть В свою руку Подбрасывал вверх И он доверялся тому Что ветер Разнесет Это по полю И все зерно Как бы Ляжет И в результате Он получит Хороший урожай Да Он знал Что Заранее Уже знал Что часть зерна Попадет Как здесь Иисус говорит При дороге Да И в результате Что с этим Произойдет Приходят птицы Да Прилетают Поклевали И это зерно Что Пропало Так Потом он говорит Иное упало На каменистые Где не было Много земли И скоро Зашло Потому что Земля была Неглубока Когда же Зашло Солнце Увяло И как не имело Корня Засохло Мы видели Наверное В своей жизни Как многие люди Да Бежали вперед Произносили Молитву покаяния И Больше мы их Никогда После этого И не видели Они тут же И исчезали Да Потому что Они были Подобны Этому камню На котором Было Немножко Земли Куда Упало Зерно Слова Божьего И они Тут же Взросли Знаете Как-то Мгновенно Но в результате Того Что почвы Не хватало Для того Чтобы Это было Хорошим Крепким Растением Да Когда пришло Солнце Все завяло И люди Исчезли Потом он Говорит Что Иное Упало В тернии И вырос Терния И заглушила Его И Действительности Знаете Иногда Зерно Попадает В такую Почву Где в голове У человека Просто бегают Тараканы Различных Знаете Человек Напичкан Различными Какими-то Учениями Философиями И так далее И плюс К своей Философии Он еще Принял Слово Божье И в итоге Не отказавшись От каких-то Всех этих Учений Он просто Все это Смешал В своей Голове И в результате У него Выросло Непонятно Что И он Не получил В итоге Ни рождения Свыше Он не стал Спасенным Человеком И до сих пор Он вроде бы Даже как бы Где-то с нами Он как бы Одной ногой Вроде бы Вошел уже В Царство Божье Но вторая нога Его осталась Где-то там А бывает Состояние Такого человека Который Ходит 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 Посещает Общину Собрания Вроде бы Везде участвует И еще По-прежнему Одной ногой Находится В мире И в итоге Он как-то Разделен Сам в себе Да И В конце концов Этот человек Он не приносит Плода И он говорит Что есть Другая почва Четвертая почва Почва Которая является Лучшей почвой Хорошая почва Добрая почва Куда зерно Упало И принесло Плод Сам человек Получил Рождение Свыше Сам человек Стал спасенным И через него Уже другие Начинают Приходить Ко спасению Поэтому Мы видим Что в результате Всего этого Когда зерно Попадает В хорошую почву Оно Приносит плод Сам человек Так Так И через этого Человека Когда люди Приходят Другие Ко спасению Тридцать Шестьдесят И сто Крат Человек Приносит Плод Когда Это Зерно Попадает В хорошую Почву Я верю Что раз Вы здесь Значит Вы были Той Хорошей Почвей В Которая Попало Зерно И вы Должны Действительности Оправдать Божье Предназначение По отношению К каждому Из вас Жизнь Это говорит Что каждый Из вас Должен Принести Еще Хороший Плод Тридцать Шестьдесят И сто Крат Плод Который Нужно Принести В Царствие Божье Это Спасенные Люди Это Лучший Плод Знаете Лучший Плод Потому Что То Что Не Успеете И Может Быть В своей Жизни Сделать Вы Смогут Сделать Те Спасенные Люди Которые Уверовали Через Вас Об В этом Говорит Писание Аминь Поэтому Когда Мы С вами Выходим Сеять Раздавать Трактаты Которые Мы Называем Братсайды Или Семьем Благой Вести Мы Потом Будем Говорить Об Этому Больше Когда Мы Их Раздаем Мы Знаете Своего Рода Подобны Этим Сеятелям Раздавая Каждый Трактат Мы Не Смотрим В лицо Человеку И Не Думаем Хорошая Это Почва Или Плохая Потому Что Как я Уже Говорил Как Написано В Писании Что Мы С вами В результате Будем Смотреть В лицо Человеку И Больше Чем Лицом Мы Не Увидим Ничего И Даже Как Бы Определив На лицо Этот Человек Готов К Принятию Или Не Готов Мы На самом Деле Так И Не Поймем Иногда Можем Подумать Лучше Этому Человеку Не Давать Но Наше Мнение Бывает Очень Часто Ошибочным Потому Что Мы Посмотрели И Подумали Что Этот Человек Отвергнет Не Примет А на самом Деле Он Был Открыт Поэтому Раздавая Эти Трактаты Братсайды Свидетельствую Людям Нужно Быть Теми Которые Просто Доверяют Всемогущему Богу Что Он Знает Какая Почва Будет Той Доброй И Какая Из Них Взрастет Но Если Что Попадет На Плохую Почву Это Тоже Не Беда Да Потому Что Семя Божье Будет Посеяно Во Первых Во Вторых Люди Получат Очередное Знаете Свидетельство Удостоверение Того Что Бог Реален Он Существует И Он Спасает И Когда Они Предстанут На Суд Бог Им Напомнит О Том Что У Тебя Был Еще Один Шанс Когда Тебе Протянули Этот Трактат И Ты Отказался От Того Чтобы Иметь Отношение Со Мной Поэтому В любом Случае Нужно Не Огорчаться Берут Люди Не Берут Люди Принимают Бросают Или Делают Еще Наша Цель И Задача Это Прийти Посеять Слово Божье Веря В то Что Все Равно Есть Та Четвертая Почва Которая Принесет Много Плода Его Будет Много В Тридцать Шестьдесят И сто Крат Я Помню В 2001 Году Когда мы Начинали Этот Проект Вот Бог Ваш Я Приехал В Минск Для того Чтобы Провести Там Евангелизацию И Обращаясь От одной Церкви К другой Я Встречался С таким Мнением Что Во-первых Здесь В Минске Невозможно Я Говорил Ну как же Есть же Конституция Свобода Совести Свобода Слова Да Все это Есть Но Есть Батька Со Своими Декретами Говорили Мне Братья Верующие Который Запрещает Всякую Уличную Евангелизацию Который Говорит Что Вы Не Можете Находиться На улице И так Далее Я Пришел В одну Церковь Мы Говорили С руководством Этой Церкви И Пастор этой Церкви Говорит Я Вообще Не Вижу Смысла В том Чтобы Сегодня Раздавать Трактаты Это Неэффективно Я Говорю А почему Вы считаете Что это Неэффективно Он Говорит Знаете Вот мы Проводили Мероприятие И мы Распространили Тысячу Приглашений В результате Всего Пришло Только Около Ста Человек Я Посмотрел На него И Сказал И Вы Хотите Сказать Что Но это Неэффективно Мы Раздаем Тысячами И радуемся Когда Один Человек Спасается К вам Пришло На служение В результате Всего Лишь Тысячи Пригласительных Сто Человек И вы Говорите Это Неэффективно Знаете Как Хотя Многие Утверждали Что Это Невозможно Но На протяжении Двух С половиной Недель Мы Стояли На улицах В метро В таких Вот Свитерах Или Майках На которых Было Написано Евреи За Иисуса Раздавали Брасайды Свидетельствовали Людям Об Иисусе И Многие Приходили Ко спасению Многие Оставляли Свои Адреса И это Было Возможным Хотя Все Говорили Что Это Невозможно Когда Бог Куда-то Приводит Человека Спасенного И дает Ему Особое Поручение То Он И открывает Двери Для того Чтобы Осуществить Это Поручение Аминь Помните Просто Для себя Что Если Бог Вас Куда-то Пошлет Для того Чтобы Вы Что-то Исполнили Вы Обязательно Это Исполните Аминь Псалом 125 5 6 стих Псалом 125 5 6 стих Кто Готов Читать Сеявшие Со Слезами Будут Пожинать С радостью С плачем Несущие Семена Возвратятся С радостью Неся Снопы Свои Итак Снова Ободрение Вы Видите Да Снова Ободрение С писания Что В действительности Что Сеющие Знаете Он Часто Сеется Слезами Потому Что Человека Преследует С одной Страны Огорчение Потому Что Он Столько Времени Работал Он Столько Времени Трудился Да Он Тратил Свои Силы Тратил Своё Время И В результате Иногда Мы Смотрим И Не Видим Никакого Результата Нет Плода Что Ж Такое Я Столько Потратил Время Неужели Это Все Было Напрасно И Попуст Но Бог Ободряет Он Говорит С плачем Несущий Семена Возвратиться С радостью Неся Снопы Свои Недавно Наши Миссионеры Ездили В Питер Для того Чтобы У нас Большое Количество Там Контактов После Множества Различных Евангелизаций И они Ездили Для того Чтобы Посещать Этих Контактов По Квартирам Ну По домам Проводить Визиты И Вот В одной Мессианской Общине Подошла К ним Девушка Ну Сестра И Она Сейчас Поет В прославлении Этой Общине Она Подошла И Сказала В 2000 В 2000 Году Я ехала В поезде Пьяная И Ко Мне Пристал Один Молодой Человек Которого Звали Володя У него Была Майка Еврея За Иисуса Она Говорит И он Мне Тогда Свидетельствовал Помолился За меня В результате Чего Говорит Я Когда Приехала В Питер Я Пришла В эту Мессианскую Общину И Я С тех времен я верующий. Сейчас я служу Господу в прославлении. Володя никогда бы, может быть, так и не узнал бы об этом. Понимаете, да? Потому что в 2000 году он ехал на одну евангелизационную кампанию, которую мы проводили тогда в Питере, и в поезде встретился с этой девушкой. И все, что он сделал, он исполнил свое поручение. Он просто свидетельствовал, как мы сегодня говорили всегда. В результате чего эта девушка вышла и получила спасение, обратившись к Господу. И он имел этот плод, он даже не знал о нем. Если бы не было бы этой случайной вроде бы встречи, хотя я не верю ни в какие случайности, все закономерно, Бог хотел просто спустя столько лет ободрить его, что в действительности это плод, то он бы все равно узнал бы об этом плоде, когда бы он пришел в вечность. Знаете, он бы пришел в вечность, и каждый из вас придет, когда в вечность, вы в руках что-то понесете. Сегодня, не зная, сегодня, может быть, не зная многого, но придя в вечность, вы в руках что-то понесете. И действительно, может быть, сегодня все с плачем, все со слезами, но нужно жить верою и надеждой в то, что когда мы войдем в вечность, мы войдем туда не с пустыми руками. Мы войдем с полными руками, несущими плоды и снопы, как здесь написано, не ся снопы свои. Населять на небеса, да, аминь. Поэтому, дорогие мои, помните, что то, что сегодня мы делаем с большим трудом, иногда с нежеланием, это большое благословение, которое, может быть, мы не увидим даже сегодня, но мы обязательно увидим это в небесах, и еще ко всему этому мы получим награду за это. Аминь. Свидетельство, пожалуйста, возьмите микрофон. У меня есть свидетельство одно небольшое на эту тему. Значит, я когда уверовал, в принципе, первое побуждение, которое было у меня, это обойти всех моих знакомых, всех моих бывших собутыльников и рассказать им о том, что Бог простил мне мои грехи, что я теперь могу начать новую жизнь. Значит, и походу я всех, кого встречал, и всем рассказывал. И среди вот этих вот встреченных был один мой знакомый, мы в параллельных классах учились в школе. И на тот момент я знал, что он и курил, и пил шмаль, мы когда-то с ним даже вместе это делали. Значит, и вот я ему свидетельствовал, но я видел, что он находился в такой депрессии глубочайшей. Я ему вроде говорил, а он, озабоченный своими проблемами, как будто даже не слушал. Значит, причем это была только одна встреча. И я такой разочарованный, он типа зря только время потратил. По прошествии нескольких лет мы с ним встречаемся случайно в маршрутке. Значит, ну я поздоровался, а я даже не знал, что с ним дальше происходило. Но он ко мне обращается, говорит, спрашивает, ты еще в вере? Я говорю, да. Ходишь в собрание? Да. Он говорит, вот я хочу тебе рассказать кое-что. Говорит, я сейчас тоже уже несколько лет как верующий, и хочу тебе просто засвидетельствовать и ободрить тебя, что вот именно то слово, которое ты тогда нес, вот оно и послужило поворотным моментом. Я начал об этом размышлять, потом встретил других братьев, начал ходить в баптистскую общину, говорит, я спасся благодаря тому, что ты мне свидетельствовал. По прошествии многих лет. А я все это время думал, что это было зря потерянное время. Аминь, аминь. Слово Божье тщетно не возвращается. Я вспомнил тоже сейчас одну такую историю в моей жизни. Я стоял на вокзале, раздавал братсайды. Поднимался молодой человек. Я остановил его, мы заговорили. Я предложил ему покаяться. Он был готов к этому. И он согласился. Хотя вначале он сказал, ну как, на улице покаяться. Я сказал, почему нет? Я говорю, Бог слышит на любом месте. Если мы сейчас здесь стоим, на этом месте, говорим о нем, он тут с нами. И он помолился. Я ему сказал, где можно посетить церковь, в районе, где он жил. И, знаете, прошло несколько лет, может быть, может быть, пять лет. Я пришел в одну баптистскую церковь говорить о служении евреев за Иисуса, призывать людей к еврейскому евангелизму. После служения ко мне подходит молодой парень. И говорит, вы помните, тогда на вокзале мы вместе помолились. Он говорит, я стал посещать эту церковь, а сейчас я уже заканчиваю семинарию. Говорит, и я буду служителем в этой церкви. Это было тоже для меня хорошим обмодрением. Поэтому помните, что ваше слово, посеянное в жизнь человека, оно принесет обязательный плод. Аминь. Давайте теперь поговорим об определении. Что такое Бродсайд? Бродсайд. Что такое Бродсайд? Итак, семя Благой Вести. Это семя Благой Вести. В перерыве я подыму Бродсайды. Но вы уже их видели, да? Я подыму немного, чтобы вы еще раз могли посмотреть, вспомнить, что это такое. Или по-другому мы можем назвать, что это приглашение к размышлению над Евангелем. Приглашение к размышлению над Евангелем. В 98-м году у нас был такой проект, который назывался Дикаполис. Туда входило 10 городов, большая часть по Украине и несколько городов вне Украины, в которых мы проводили евангелизацию. Это были города Львов, Житомир. Короче, я проводил евангелизацию в Кишиневе в 98-м году. Проводил евангелизацию во Львове. Вот я помню, в 98-м году я был в Кишиневе. Значит, стоял возле рынка, он в центре города находится. И с этой стороны там ЦУМ. Здесь рынок, здесь ЦУМ. Правильно я говорю? Я раздавал трактат, который назывался «100% скидка». И, знаете, нарисован был универмаг такой. Было написано так. Универмаг, 100% скидка. Рядом был этот ЦУМ. Я раздаю этот трактат. И, знаете, просто периодически мне задавали один и тот же вопрос. Скажите, вот эта вот стопроцентная скидка, это в этом универмаге? Это было действительно хорошим названием, потому что это так цепляло людей, что они каждый раз подходили и спрашивали. Это в этом универмаге? А у меня каждый раз была возможность поговорить с ними. И я говорил им, что это стопроцентная скидка на прощение ваших грехов, которые вам дает Мессия Иисус. Помню, был также еще один, но это было просто смешно, конечно, трактат, который назывался... как-то, сейчас я не могу точно вспомнить, что необходимо взять с собой, когда вы собираетесь либо на отдых, либо в дорогу, или когда вы хотите идти... ну, в общем, что-то... или когда вы направились в путешествие, как-то он так назывался. Что необходимо взять с собой в путешествие? Да, в путешествие. Знаете, уже прошло много времени после того, когда мы закончили эту евангелизацию в Кишиневе. Я сижу в офисе, и вдруг звонок по телефону. Я поднимаю трубку. Человек звонит из Кишинева и говорит... Вы знаете, вот здесь вот у меня ваш трактат, и он называет его это вот... название и говорит... Так что, вы можете мне объяснить, каким образом мне уехать в Израиль? Просто такие встречи, они, знаете, особо запоминаются. Он оказался евреем. И я мог получить его адрес, мы отправили ему литературу, и потом братья там в Кишиневе могли с ним встретиться, пообщаться. Ну, вот такая вот комичная история, которая привела к тому, что в действительности человеку можно было свидетельствовать. У нас очень разные названия этих трактатов, мы придумываем их. Если у вас... А? Человек, я не знаю. А вот. Очень много разных названий. Знаете, такой трактат, который многие годы мы раздаем, время от времени его издаем, братсайд, который называется «Иисус любит евреев». Там нарисован такой Маген Давид, и написано «Иисус любит евреев». И вот с этим трактатом была особенная история, которая произошла во Львове. Во Львове, да. Значит, когда мы стали раздавать этот трактат во Львове, а нам пришлось все трактаты перевести на украинский язык. Это первый раз мы столкнулись с тем, что все нужно было перевести на украинский язык. Потому что население, даже многие евреи, говорят на украинском. Вот. И когда мы начали раздавать, то одна местная газета, я посмотрю дома, если у меня сохранилась статья, я принесу, прочитаю его. Одна местная фашистская газета, фашистская газета, что они сделали? Они наш трактат поместили у себя в газете на центральной странице, разделили его на части, и каждой части давали комментарии. Значит, посередине страницы у них был Маген Давид, на котором было написано «Иисус любит евреев». И потом, значит, часть трактата и их какое-то пояснение. Часть трактата, их пояснение. И я помню, знаете, оконцовку этой всей статьи. Там было написано. Значит, ну, мы до сегодняшнего дня считали, что Иисус пришел, во-первых, сюда в Украину, в Галычину, там как-то они выразились, и что, во-первых, он пришел для украинцев, и любит он украинцев. Но эти евреи за Иисуса, они нас заставили задуматься. Почему же все-таки он любит евреев, и пришел ли он к ним, во-первых? Это все было написано в этой статье. Все это началось с того, что одна газета, мы дали полностью напечатанный наш трактат, в газете просто светской такой, «Высокий замок» назывался. И они отреагировали на эту статью, напечатав наш трактат, своими пояснениями. Ну, было очень много, как бы, из этого трактата, вот именно из этого трактата, было очень много таких вот комичных историй. И по радио они говорили, связанные с этим. И потом какие-то, была такая демонстрация с лозунгами там, по поводу того, что во всем, как там, по вине москали и жиды, да, и утопим москали в жидивской крови, там вот такой вот, были такие вот это. Это все было такое, знаете, фашистское движение. И оно почему-то всколохнулось, а когда мы проводили там эту евангелизацию. Но в целом, знаете, все прошло достаточно очень так, прилично тогда в Львове, никого не убили. И даже был очень такой, еще интересный случай. Одна наша сестра на рынке раздавала трактаты, и ходил дворник, и он все время ругался. Говорит, ну, посмотрите, вы вот это раздаете, говорит, а вот они бросают тут. И он такой, значит, говорит, да если ты не уйдешь, я тебе, говорит, этой метлой сейчас просто изобью. И на нее, значит, на эту сестру нашу одну. В это время проходит какой-то антисемит и начинает ее оскорблять. Ну, эту сестру нашу. Начинает ее оскорблять и так далее, ожидая, что этот дворник как бы выступит в поддержку его. Ну, потому что он и так уже, знаете, такой настроенный. Этот дворник смотрит на него и такой, этой метлой бьет его и говорит, ты чего ее вдруг оскорбляешь? Вместо того, чтобы ударить эту нашу сестру за то, что раскидывает трактаты, он свою злость выпустил на этого антисемита. И ударил его метлой и прогнал его. Так что было очень много таких интересных, знаете, и смешных действительностей событий. Помнишь, как это занят умереть, это вверх, 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 вверх. Это вверх. Что это вверх. Это смешение. Вверх. Да. Итак, что такое братсайдинг? Что такое братсайдинг? Не спать, друзья мои. Вдыхните свежего воздуха и не усыпайте. Итак, первое, это сенья семян. Распространение братсайдов. Первое – это сеяние семян, а второе – это распространение братсайдов. И сразу мы должны определить здесь, кому мы их распространяем, кому мы их даем. Во-первых, мы это делаем бесплатно. Бесплатно. По одному. Всем желающим, кроме детей, пьяных людей и умственно больных. Это вообще на самом деле в действительности интересно в том смысле, что часто, когда мы раздаём братсайды, иногда люди нам предлагают деньги. Иногда люди предлагают деньги. Причём не обязательно даже верующие, знаете? Если ещё верующие, как бы, допустим, может быть, понятно, там, хочет благословить, как бы, там, и так далее. А иногда это делают неверующие. О, вы распространяете Слово Божие, вот я хочу вам дать, как бы, пожертвования там или подарить вам деньги. Но мы должны помнить, что мы это делаем бесплатно, поэтому мы не должны ничего брать взамен. Понимаете, да? Предлагают разное. Я помню на базаре. Нет, вы можете сказать, что если человек хочет, например, в действительности пожертвовать, он может прийти на служение, вы можете ему дать адрес общины, он может прийти на служение и пожертвовать просто во время служения, и всё. Да, я сказал, что однажды я стал на базаре, и проходящая женщина стала меня уговаривать, чтобы я взял какие-то макароны, потом какую-то крупу рисовую, что-то ещё такое. Она хотела таким образом благословить меня, потому что, да, я стоял и распространял Слово Божье. Но вы просто должны помнить, что мы ничего не берём. Это правильно. Объясните человеку, что, ну, мы не можем ничего взять, и пусть это его не огорчает, не обижает. Если ему хочется, пусть он приходит на служение, и на служение он может благословить общину, вплоть до того, что даже вас может благословить, но на служении. Но не тогда, когда вы несёте благою весть на улице. Ну, я имею в виду в отношении, да, всякого материального поощрения. Что касается по одному. Иногда люди подходят и просят, дайте мне ещё один. Задайте вопрос человеку, а зачем вам нужно ещё? Потому что часто люди, знаете, помню, на привозе подошла женщина. Висела братсайд, очень интеллигентно одетая, хорошо так выглядело, всё. И говорит, дайте мне ещё. Я говорю, а зачем вам ещё? И знаете, в какое-то просто мгновение её лицо исказилось. Она этот братсайд изорвала просто как-то мгновенно в пыль. Я прямо аж просто остолбенел от того, что я не мог поверить, что за какую-то там секунду из трактата превратилась пыль. И с искажённым лицом она сказала, для того, чтобы его порвать. Поэтому задавайте людям вопрос, зачем вообще он нужен? То есть, если они хотят выбросить, порвать, то он им не нужен больше. Понятно? Поэтому мы даём по одному. Всем желающим. Все люди, которые желают. Не надо насильно впихивать людям братсайды. Заставляйте, чтобы они взяли. Также не давайте братсайды детям. Потому что это просто запрещено законом. Несовершеннолетним мы не имеем права свидетельствовать. Несовершеннолетним может свидетельствовать только несовершеннолетним. Поэтому иногда я беру с собой своих детей, которые стоят, раздают со мной братсайды, и они могут свидетельствовать таким же детям, как они. Это по закону нормально. Не давайте пьяным и умственно больным людям. Потому что в таком состоянии человек не может ничего понять. Хотя есть случаи, когда Бог что-то делал с умственно больными людьми. Он оставался совершенно умственно отрешённым от этого мира. Но Бог что-то открывал у человека, и он имел какое-то понимание в отношениях с Богом. Я слышал однажды такую историю, что человек умственно больной, он был членом церкви, посещал церковь. И однажды приехал проповедник, проповедовал, и в своей проповеди он сказал, что Бог говорит к вам, что пойдите на остановку, и там вы встретите человека, который должен от вас услышать очень важную новость. И расскажите ему эту важную новость об Иисусе, о спасении. И этот человек, он это принял, как поручение, которое было дано лично ему. Он приходил каждый день, рано утром на автобусную остановку, садился. Каждый человек, который подходил, присаживался рядом, он задавал ему вопрос. Скажите, это вы тот человек, которому я должен сообщить важную новость? И каждый человек, он был заинтересован, ему было интересно, он говорил, а что вы должны сообщить? Может быть, это я. И он каждому говорил Евангелие, Евангелие, и каждому рассказывал об Иисусе. И это он делал на протяжении всей своей жизни. Он принял это как поручение от Господа. И знаете, я верю, что, наверное, многие спаслись через это свидетельство. На этом я хочу сказать Аминь. Спасибо. Спасибо.